В минувшее воскресенье президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах провел видеоконференцию с китайской теннисисткой, двукратной обладательницей турниров серии «Большого шлема» Пэн Шуай, которая последние три недели не появлялась на публике. Об этом сообщается на сайте МОК. Об исчезновении спортсменки заговорили после того, как 2 ноября на своей странице в китайской соцсети Вэйбо она рассказала, что на протяжении нескольких лет ее принуждали к сексу с бывшим вице-президентом страны Джаном Гаули. Вскоре после этой публикации ее страницу удалили, а сама Шуай перестала выходить на связь. Тем не менее, в ходе разговора с МОК теннисистка заверила, что с ней все в порядке. Она объяснила, что находится в безопасности и чувствует себя хорошо. Живет в своем доме в Пекине и хотела бы, чтобы к приватности ее частной жизни отнеслись с уважением. В это же воскресенье китайский медиаконцерн Global News опубликовал видео, на котором Шуай стоит в ряду почетных гостей перед началом финального матча юниорского теннисного турнира в Пекине. Ранее в субботу в соцсетях также появилась видеозапись, как девушка обедает в ресторане с тренером и друзьями. Впрочем, непонятно, кто именно заснял компанию за обедом. Ведь, по словам менеджера заведения, их столик находился в отдельной комнате. Они совсем не нервничали, ничего особенного не требовали и вели себя расслабленно. По мнению многих пользователей социальных сетей, а также представителей правозащитных организаций, все эти видео выглядят неубедительными и постановочными. В прошлом мы уже видели случаи, когда у людей не было выбора, кроме как говорить то, что их заставляли говорить. Разговор президента МОК и Пэн Шуай не убеждает нас в том, что Шуай обладает свободой слова и что она находится в безопасности. Комитет должен добиваться лучшей защиты прав человека, включая свободу слова и эффективное расследование этих обвинений в Китае. Справедливого расследования требует и женская теннисная ассоциация. По их словам, разговор Пэн Шуай с чиновниками из МОК не снизил обеспокоенность ситуации со стороны спортивного сообщества. А вот китайские власти, в свою очередь, продолжают отказываться от комментариев. «Это дело не относится к дипломатическим вопросам, тем более, что ее уже недавно видели на публичных мероприятиях». Громкие обвинения в сексуальных домогательствах в Китае случались и раньше, но чаще всего они касались представителей шоу-бизнеса или бизнесменов. Джан Гоули стал первым китайским чиновником такого уровня, оказавшимся в центре подобного скандала. И все это за считанные месяцы до начала Олимпийских игр в Пекине. Карина Бафраджан, Сергей Соколов. Настоящее время Америка. Вашингтон. Америка.